Подвести итоги за несколько месяцев работы и обозначить планы на следующий год. Депутат Государственной Думы Сергей Жигарев, избравшийся от Щелковского 1-го датного округа, провел пресс-конференцию. Председатель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству он рассказал об итогах осенней сессии. У нас в Комитете находится 206 законопроектов на рассмотрении. 17 законопроектов мы смогли рассмотреть в этой сессии. Пять из этих законопроектов стали законами и с 1 января вступят в силу. За те три месяца работы, которыми мы работали, можно сказать, октябрь, ноябрь, декабрь, это достаточно серьезный плановый результат. Так, на той неделе был принят закон по инновационному центру Сколково, благодаря которому IT-компании получат налоговые льготы в счет того, что часть прибыли будут реинвестировать в свое развитие. В Думе 7-го созыва это новый комитет, который объединил в себе два других по экономической политике и по промышленности. Он также выполняет задачи по инновационной деятельности и курирует законотворчество по малому и среднему бизнесу. На пресс-конференции Сергей Жигарев также рассказал о результатах работы Фонда развития промышленности. Он дает очень высокие показатели. За эти годы, что он работал, более 400 миллиардов рублей было через него проинвестировано в промышленные предприятия. Совокупная отдача уже по налогам составила более 600 миллиардов рублей. Поэтому создано более 30 тысяч рабочих мест. Очевидно, что развитие бизнеса и промышленности напрямую связано с экономической обстановкой в стране. Введение санкций и повышение курса валют спровоцировало увеличение внимания к внутренним промышленным ресурсам. Большим подспорьем в замещении импортных товаров качественными отечественными аналогами стал бы перевод оборонных предприятий под производство гражданской продукции. В высокотехнологичных оборонных предприятиях надо делать гражданскую продукцию. Ну, какую гражданскую продукцию? Ну, во-первых, в первую очередь, ту импортную, которую мы закупаем на десятки миллиардов долларов ежегодно – это медицинское оборудование. Это томографы, кардиографы, сложное операционное оборудование. В планах на весеннюю сессию у Комитета, регулирующего развитие экономики и предпринимательства, принятие еще ряда законопроектов и разработка новых. В частности, депутаты предполагают перевести все госзакупки в электронный вид. В Думе рассчитывают, что такие меры послужат толчком к развитию бизнеса на территории России. Это на самом деле тоже очень серьезная вещь. Когда в электронном системе доступе, и мы определим количество электронных торговых площадок, любой бизнесмен от малого и среднего предпринимателя до крупнейшей корпорации сможет быть участником и допущен к торгам по госзаказу.